Вы знаете, со времен, скажем там, Державина, я уже не говорю о Пушкине, были разные периоды, когда поэзия несколько как бы сбавляла свое значение в жизни, когда становилось меньше поэтов, все это зависело от времени, но всегда в России были великие поэты, всегда. Возьмите ли вы Золотой век, я уж не говорю там Серебряный век, Советское время, смотрите, какие были поэты, Твардовский, Исаковский, Симонов, Сурков, Ахматова, Цветаева, Гумилева и так далее. Вот я сейчас, когда обращаюсь к этому, я вижу, как мы забываем свою культуру, забываем свою поэзию, и многие имена, которые гремели, звенели когда-то, сейчас их молодежь не знает. Это от нас с вами зависит, от нас, от читателей зависит, какая поэзия и будет ли она. Вот сейчас есть такая очень хорошая поэтесса, молодая Вера Полоскова, вот ее знает молодежь. Вот мне прислали книгу умершего, к сожалению, рано, тридцать с лишним лет, такой Калугин. Замечательные стихи, он мог быть крупным поэтом, но так судьба сложилась. Я получаю много рукописей, книг, дисков из разных районов нашей Великой России, и скажу вам, поэзия не убывает. Нет, очень много хороших поэтов, очень много пишут людей, которых мы не знаем. Но это так складывается, потому что, чтобы издать книжку, сейчас нужны деньги, не у всех они есть. Чтобы тебе пробиться на странице журнала, это не значит, что если ты пробьешься, ты будешь знаменит. Вот раньше, например, как было? В журнале «Юность» ты напечатал подборку стихов, ты утром уже будешь знаменит, потому что 3 миллиона 300 тысяч тираж, а сейчас там 2 тысячи, полторы тысячи тираж. Ты напечатаешься, а тебя просит вот такое количество людей. Все это играет против поэзии, но поэта есть, замечательный поэт. И дело все в том, что вот у меня в Твери, в моей родине, открыли первый в России дом поэзии. И туда приезжают поэты, чтобы выступать. Был Евтушенко, прилетел из Америки, выступал там, была Лариса Васильева. Мы выпустили книжку молодых поэтов тверских, моих земляков, поэтов уже зрелых, так сказать, ушедших. Понимаете, мы сейчас издали книгу еще одного поэта Тверского, Львов такой, очень, Владимир Львов, очень хороший поэт. Понимаете, я это, поскольку я в этом кручусь, в этом живу, этим занимаюсь, я знаю, что есть поэзия, она никуда не ушла. И время, в которое мы живем, оно особенно интересно для поэта, потому что противоречие, потому что эти конфликты, эти столкновения, понимаете, это неустроенность, как раз она является темой для поэтов настоящих. Они есть, и они приходят, и они никуда не уйдут. Они никуда, пока мы их помним. Мы должны их помнить, мы должны их читать. Я, к сожалению, должен вам сказать, что тогда, когда в 60-е годы, 70-е, мы выступали на стадионах, когда собирались тысячи людей, и поэтическое слово звучало так, что оно потом передавалось из уст в уста, сейчас, конечно, такого нет. Но на своих вечерах поэтических, где бы они не проходили, я вижу в зале много молодежи. Значит, а поэзия держится на молодых, на интересе молодых, на их любви к чтению, на их любви к поэзии. Всё есть, только надо бережнее относиться к тому, что мы имеем.